Всем привет! Считаю, необходимо пояснить, что же вчера произошло. Вчера, ориентировочно в 23 с копейками по хабаровскому времени, мы начали подводить итоги по конкурсу. Способ определения победителя выбирали, по нашему мнению, максимально прозрачный и сложный. Для того, чтобы отбросить все сомнения у участников, что мы не заинтересованы в подставах и нечестному отношению ко всем участникам. У каждого участника был свой номер. Состоял из четырех цифр. Если это номер 1, то это 001. Если это 20, то это 0020. Если это 200, то 0200. Определяли мы победителя при помощи такого круга и стрелки с логотипом Сильвии, который вращался на подшипнике. В эфире мы показали, что под столом никакого рода магнита, который может притормозить кручение стрелы или остановить весь процесс. Также в процессе прямого эфира мы меняли поле с секторами. В процессе смены вы могли увидеть, что никакого моторчика установленного не было. Так в чем же принцип определения победителя? Для усложнения, подведения результатов мы разделили весь процесс на два этапа. Принцип для этапов составлялся одинаковым. Мы определяли цифры. В первом этапе поле было разделено на 14 секторов с цифрами от 0 до 13. Во втором этапе мы использовали поле с 10 секторами от 0 до 9, которым определяли по одной цифре. То есть для определения одного победителя необходимо было три раза крутануть стрелку. Если твой номер один, то в первом этапе должно было выпасть 0-0. Во втором этапе 0 и 1. Получается 0-0-1. Повторяю, всего три кручения стрелки. Мы отошли от классических уже способов подведения итогов, таких как роддомайзер, так как слышали, что можно прописать нужную цифру. Сбрасывание номерков, шарики с номерами тоже казалось это сомнительным, так как у всей команды и у меня это вызывало сомнения в части потусовки или вброса одинаковых номерков. И по итогу мы выбрали самый замороченный вариант. И по моему мнению сложно подставляем, наверное невозможно это подставить. Так что уже вышло, многие не сразу поняли всю эту систему определения победителя. А потом начался полный трэш. У просматривающих завис прямой эфир на том моменте, где было определение последней цифры победителя. Но об этом мы узнали уже позже, после того как пошли комментарии о том, что люди не увидели, как была выбрана последняя цифра. С нашей стороны эфир шоу, шли комментарии, были подсоединения, шли лайки. Момент проведения эфира ответственность за съемку продолжал снимать. Команда конечно была в панике, когда узнала, что люди не видели момент определения последней цифры. Потом был проведен эфир, в котором я пытался объяснить, что произошло. Мы действительно не понимали, что делать дальше. Но это был бы полный провал, если бы не съемка, на несколько телефонов. С того момента, где идет определение последней цифры. На котором видно, что прямой эфир идет, новые подключения идут. Идут комментарии, идут лайки. Сообщения об обрыве нету. Время совпадает с Хабаровским. Поэтому, по моему мнению и по мнению моей команды, конкурс считаю успешно завершенным. Всех победителей поздравляю. С вами я свяжусь завтра. Всем удачи. С вами был Иван. С вами был Иван. Иван. Пять. Что же заберёт? Всё, погнали? Пять. 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 Итак, пламмер у вас... Пойдём помню, ну сейчас. Это, это, возьми, или... Да, давай помню, да. Давай с первого места, кто слева выиграл. Кто слева выиграл? Да. Что там? Какой город? Инстаграм? Модер Натали. А, окей. Модер Натали. 115. Сват pool. Нету просто было. 地, мы, и особо техники д�� зажигла было, но не сумка гмади, и эта имена всего лишь 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 Information Sincon. Продолжение следует...